Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы ставите. Тем более он достаточно важен, мне кажется. Значит, давайте начнем, наверное, с начала, да? Значит, начнем я, пожалуй, с диагноза, да? То есть, дочке поставили диагноз какой-то, какой-то. Значит, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что если врач-специалист поставит диагноз, вот, то, мне думается, он должен давать все рекомендации. Вот, по поводу того, как вести себя с ребенком, потому что, ну, не бывает двух одинаковых случаев, и случай вашего ребенка уникальный. Вот, даже несмотря на то, что диагноз. Диагноз – это лично происходит какое-то такое обозначение, самое общее обозначение, какой-то парадигм, парадигм. То есть, как бы, думать, что, ну, думать, что значит, что диагноз может позволить вам, там, не знаю, аааа. понять схему, схему победения с ребенком вашим, мне кажется нет, это не ошибка, ошибка это невозможно, ну просто потому что, извините, все лидерат, и вот ваш ребенок он тоже не кал, поэтому нет никакого способа, которые могут дать вам собраться, чтобы понять, как сделать, с ребенком, это первое, да, то есть нужно конкретный разговор, вот, нужно конкретно смотреть, конкретно смотреть ребенку, ну какой ребенок, да, вот такой у него характер, и так далее, вот, это такой, такой аспект, такой момент, а следующее, следующее, что я хочу сказать, ну вообще, конечно, конечно, некоторые нюансы, да, очень сложно говорить, вот, опасаясь, например, нарушить этику профессиональную в данном случае, потому что может быть разница между, скажем так, направлениями, направлениями психотерапевтическими, вот, между взглядом, взглядом и психотерапевтическими, вот, поэтому я бы хотел, что в первую очередь донести до вас этот момент, что есть нюансы о подходах, вот, например, есть психологи, которые считают, что нужно подходить максимально контролируя свое поведение, максимально контролируя свою модель поведения за человек, например, вот, а есть специалисты, и в данном случае я могу, могу говорить, наверное, о себе, как о таком специалисте, да, специалист, который считает, что самая лучшая форма взаимодействия, самая лучшая форма взаимодействия с людьми, это искренность, это какая-то честность, это фонтанность, вот, и, на мой взгляд, лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это быть с ним искренним, быть с ним честным, быть с собой, и если вам плохо, то, ну, доносить до ребенка то, что вам сейчас плохо, то, что вам сейчас тяжело и так далее, ну, немножко, может быть, полечиться, там, чтобы несколько, ну, более грамотно обращаться со своими чувствами, ну, в целом, мне кажется, это может быть именно так, ну, в таком, в таком, может быть, контексте вам дано, вот, потому что, в противном случае, ну, может быть, такая вероятность, довольно высокая вероятность, что ребенок, ну, в любом, в любом случае будет чувствовать, что живет, вот, ну, не знаю, в атмосфере лжи, напряжение, в атмосфере обмана, в атмосфере, эээ, некой такой, вот, неискренности, да, поутону, и, мне кажется, что, если, вот, что-то может человека, ну, как бы, выводить, выводить, из, эээ, равновесия, то, это, вот, эээ, вот, это, вот, ну, вообще, конечно, ребенку нужно не просто диагоник, ребенку нужно, нужно лечение, вот, нужно терапию, терапии, вот, эээ, я бы сказал, что по-хорошему терапия нужна и вам, вот, чтобы, чтобы все прошло максимально, максимально гладко для вас, чтобы все прошло, максимально, ну, максимально корректно для вас и так далее, вот, я бы так сказал, что терапия нужна и вам тоже, вот, ну, я, к сожалению, не знаю, готовы ли вы этим заниматься, готовы ли вы к терапии или нет, я бы, к сожалению, не знаю, а вы об этом ничего не рассказали в своем сообщении, вот, поэтому такой вот момент. Дело в том, что, опять же, с точки зрения, эээ, вот, с точки зрения, эээ, с точки зрения, эээ, заболеваний, психических, как таковых, нет, есть, как бы, вот, симптомы, симптомы, вот, которые свидетельствуют о определенных проблемах человека, вот, ну, то есть, о каких-то, вот, трудностях, да, вот, в данном случае, вот, ну, можно, в данном случае сказать, сказать, какие трудности есть у ребенка, например, да, поэтому можно сказать, что у ребенка есть проблемы, определенные проблемы, определенные, например, у ребенка есть определенные проблемы, в проживании, переживании, вот, своих эмоций, и своих ощущений, и так далее, вероятно, есть еще страхи, которые, ну, тоже так, достаточно трудно переживают в человеке, вот, поэтому тут, эээ, на мой взгляд, эээ, необходимо, эээ, необходимо постараться быть, эээ, предельно внимательным, вот, и, эээ, ну, условно, там, говоря, взять, эээ, все-таки, личную ответственность, эээ, за то, что, чтобы с ребенком произошел, нет, не с целью себя, как-то, обеспечивать, обменять, так далее, в отличную ответственность, чтобы, чтобы иметь возможность, эээ, что-то изменить, эээ, вот, а сейчас у вас, эээ, в принципе, такая возможность, то есть, сейчас, вы можете сейчас изменить, эээ, то, что происходит, эээ, между, эээ, между вами ребенок, ну, например, вот, если, если вам это надо хочется, то, что вы можете это изменить, эээ, вот, ребенок у вас, ээээ, маленький, еще достаточный, вот, 7 лет, вот, и, в принципе, подкорректировать можно, эээ, его, и довольно не слабо, эээ, да, потом уже, когда, эээ, он, эээ, ну, когда он уже, ээээ, взрослым, да, уже, ээээ, можно, там, будет, ээээ, ему помочь, ээээ, ну, уже непосредственно в работе с ним, ээээ, будет помочь, ээээ, вот, поэтому, мне кажется, так, вот, можно, в принципе, ответить вам на вопрос, ээээ, вот, который задается, ээээ, вот, это, в принципе, то, что я могу вам сказать, сказать, это то, что могу вам ответить, ээээ, сейчас, вот, на данный момент, ээээ, повторюсь, вам нужно с вами пообщаться, ээээ, для того, что, чтобы лучше, лучше понимать проблематику, ээээ, вот, чтобы именно вашей, эээээ, ситуации, вот, чтобы, ээээ, ну, чтобы не давать, ээээ, какие-то, ээээ, такие, вот, рекоменда, рекомендации, которые, ээээ, ну, основаны на, ээээ, ошибочных, ээээ, моментах, вот, я бы не хотел, ээээ, такого, честно, честно говоря, вот, поэтому, эээээ, то, что могу вам сказать, вот так, эээээ, более, там, ну, более, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ с вами пообщается и будет ясно, будут ясные особенности вашей особенности ребенка, особенности вашего взаимодействия с ребенком. Вот и так далее. То есть вот так. Мне кажется, ну такой, мне кажется, можно дать ответ. Если не уходить куда-то в сторону каких-то вот советов, рекомендаций и так далее. Мне кажется, это неэффективно, мне кажется, это не работает. Поэтому я стараюсь их не давать. Вот, значит, так, что еще можно сказать? Наверно, наверное, на этом, в принципе, наверное, на этом все. Вот, наверное, больше я ничего не хочу вам сказать. Вот, потому что мне кажется, что этого надо, ну пока будет так, так, так. Достаточно. А вот, соответственно, все вопросы ваши, которые у вас, как бы, могут появиться в возможности, задать их непосредственно, ну или специалистов, с которыми решите работать. Вот. Такой вариант, то есть тоже может быть. Ага. На этом все. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что это позволило вам немного, немного, немного лучше понимать ситуацию, которая происходит сейчас. Например, вот, ну, допустим, с вашим ребенком, да. Вот, и я надеюсь, что у вас хватит мужества и сил на то, чтобы признать твои некоторые элементы поведения, которые могли привести к тому, что в итоге случилось с ребенком. Вот. Ага. Такой ответ. Вот, я хочу пожелать вам, вам удачи, я хочу пожелать вам мужества, я хочу пожелать вам терпения, я хочу пожелать вам еще более, знаете, вот такого, может быть, випковое мышление. Вот. Потому что ребенок сейчас, как-никогда, надается в том, чтобы, понимаете, хотелось четко. Ну, не искренне. Вот. Вот. Я вам желаю привлечь членов семьи, дополнительных для здорового, качественного, невынужденного, я надеюсь, это сообщение с ребенком. Вот. Чтобы ребенок не ощущал какое-то такое вот, ну, напрощение, напрощение, да, чтобы ребенок чувствовал, что с ним общается, потому что хотел общаться. там, потому что, там, это необходимо, нужно там что-то такое. Например. Вот. Ага. Ну, вот. В принципе. Наверное. Наверное. На этом все. Вот. Не затягивайте время обращения на психотерапию. Диагноз нам, диагноз ребенку поставили. Это только первый шаг. Вот. Вот. Дальше будет повториться психотерапия обывательная, обывательная. Будет ваша терапия. Вот. Потому что это также необходимо. И. Вот. И только уже по прохождению вами терапии ребенком, можно уже будет говорить о вероятном ситуации. А то, что сейчас вы спрашиваете, это очень похоже на какой-то смирение с ситуацией. И все. Вот. Мне эта позиция не импланирует, к счастью или к сожалению. Вот. Так что вы настраивайтесь на такое боевое поведение. Вот. В хорошем смысле этого слова. И. Если знаете, просите помощи. Вот. Обращайтесь. Вам помогут. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...